Скажите, пожалуйста, в итоге нарушения какие-то были зафиксированы или все прошло спокойно? Не только ответы, но и аргументы. В главном пресс-центре республики СМИ, общественная палата, эксперты и независимые наблюдатели. Задача номер один – осветить голосование, номер два – рассказать об этом максимально объективно. Мы начали с 8 утра. Было много спикеров. Прежде всего, это, конечно, все руководители избирательных штабов, кандидатов, что принципиально важно. Работал этот центр и после, поскольку там выступали уже политологи с анализом экзит-полов. К этому времени за плечами большинства журналистов сотни статей и марафон прямых включений. Эльмира Золяева рассказывает, чем СМИ занимались между делом. Писали пометки на полях, ходили на перекус в буфет. Там были и пирожные, и чпочмаки, и кофе, и чай. И самое важное, что хотелось бы отметить, журналисты потребляют больше кофе, потому что очередь за чаем была очень маленькая, а за кофе огромная. Около 150 журналистов и порядка 20 экспертов. Вот это здание вчера стало местом самого тщательного анализа информации, поступающей о ходе выборов и самого объективного. В пресс-центре работали наблюдатели из Австрии, Германии, Израиля, стран СНГ. В частности, белорусы, да, действительно были. И из АБСЕ, наблюдатели от АБСЕ. С некоторыми из них удалось пообщаться. Они впечатлены не только организацией, самой процедурой выборов. Они впечатлены и работой наблюдателей, они впечатлены и работой СМИ. Семь камер, 34 человека, техперсонала и связь, выстроенная по принципу паутины. ЦИК и пресс-центр были связаны напрямую. Чтобы перестраховаться, техники использовали оптоволокно и спутник. Последние строки перед эфиром дописывались буквально на коленке, чтобы выйти уже со свежими данными. Самое тяжелое было, наверное, даже не количество информации, которую нужно обработать, а то, когда она появится. А мы продолжаем работу нашего информационного центра. С восьми утра и до самой полуночи сотни трансляций, сотни источников информации и почти сутки на ногах. Это тяжело, но такое точно не забывается, делится модератор встречи. Знаете, что мне понравилось? Скажу вам честно. Вот работники ТНВ, работники агентства ТАТМЕДИА, все представители стресс массовой информации, их было около 150 человек там аккредитовано. Все это работало как часы. Почти за сутки работы ни одной намеренной помехи. Свой успех подтверждают организаторы пресс-центра. Данные о голосовании из ЦИКа в информационный центр шли по защищенным каналам. За все время ни одного вмешательства и ни одного сбоя. Рамиль Шайдулин, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова